За рулём этой копейки, наверное, самый жизнелюбивый и неунывающий гонщик Красноярска. Станислав инвалид, но будет участвовать в заездах наравне со здоровыми спортсменами-любителями. Никаких скидок для него не будет. 14 лет назад Станислав попал в серьёзную аварию. Ехал на байке по Девногорской трассе, пути заклинило колесо и мотоцикл улетел в кювет. Станислав сломал позвоночник и теперь вынужден передвигаться на коляске. Я как из кома вышел через 7 дней. Сразу поинтересовался, где мой мотоцикл. То есть не останавливает меня. Хочется заниматься любимым делом. Летом на квадроцикле и даже на водном скутере, зимой на снегоходе. Полгода назад решил участвовать в автомобильных гонках. Родные сначала отговаривали от такого опасного занятия, а теперь приходят на трек поболеть. Ну что не стоит, может быть травма уже была. Ну я знаю по себе, что я бы такую аварию не допустил, был бы я за рулём. То есть продолжаем двигаться дальше. Станислав приобрёл себе копейку 77-го года выпуска и переоборудовал её под себя. Больше 100 тысяч понадобилось вложить в машину. Более того, пришлось ехать в другой город, чтобы установить специальное управление. Была проблема, что автошкол нету у нас в городе для инвалидов. Ну на тот момент точно не было. Сейчас, как я не знаю, пришлось ездить в Новосибирск, пожить в Новосибирске, потому что там одна по всей России была автошкола для инвалидов. Отучился там, получил права, приехал, поставил на автомобиль вручное управление. Здесь у меня газ, на себя тяну газ, педаль срабатывает, весь педальный узел. То есть может как простой человек сесть поехать, так и я. То есть газ на себя, тормоз от себя. Одна и та же ручка? Сцепление выведено отдельно. Это уже я просил, чтобы мне было удобно. Я выжимаю сцепление, оно у меня идет с блокировкой. Ну что, поедем на трек? Тренируется начинающий гонщик на треке два раза в неделю. Говорит, приезжал бы каждый день, но это слишком сложно в его положении. Скоро гонка, и Станислав уверен, что его капот пересечет финиш далеко не последним.